Как работают московские штрафстоянки для эвакуируемых автомобилей, газета «Автомобили». Алина Распопова штрафстоянку для нарушителей правил парковки на улице 2 М. Тищинской о газете «Р» представили как образцовую. Тут и тепло, есть где присесть, выпить кофе и прочие удобства, недоступные на некоторых других подобных объектах. Доехать сюда можно на бесплатной маршрутке, курсирующей каждые полчаса от метро «Рижская». Корреспондент газеты «Р» представила себя нарушительницей, выбрала один из ненастных дней, которых в этом апреле особенно много, оделась во все зимние и отправилась на разведку. Ускользающая маршрутка зажавшись в угол стеклянной остановки с надписью «Автобус до штрафстоянки», ожидая маршрутку в компании с представительницей пресс-службы «ХУ» администратор московского парковочного пространства «АМП». На улице совсем не весна, сильный ветер и снег с дождем. Очень холодно. Просто так, без документов на машину, на штрафстоянку не попадешь, режимный объект. В сомнительное укрытие забились еще несколько человек, но на водителей, собравшихся вызволять свой автомобиль, они не похожи, просто скрываются от непогоды. Расписания автобуса нет, как он выглядит, тоже непонятно, поэтому приходится сканировать взглядом каждый микроавтобус. Безуспешно. Спустя полчаса начинаю подозревать неладное. Мимо проезжают маршрутки Мазгартранса, троллейбусы и автобусы, но ничего напоминающего следующей до штрафстоянки бесплатный шаттл не появляется. С одной стороны, я рада, оказалась в реальных условиях, а пресс-служба ведомства не подкинула нам на тренированного водителя, который только и поджидал нашего появления, чтобы вмиг домчать в пункт назначения, куда никакой другой транспорт не ходит по определению. С другой стороны, через часть таких неутешительных реалий я бы уже была рада воспользоваться его услугами. На помощь приехал начальник штрафстоянки Денис Корякин, которого сотрудница пресс-службы буквально уговорила нас встретить. В его Ниссан тепло, но что делать другим водителям, которые решат попробовать доехать именно на маршрутке? Вряд ли господин Корякин будет подъезжать за каждым таким замерзающим путником. Где же шаттл? Интересуюсь я, прижавшись к обогревателю. Наверное, вам не повезло, водитель был на обеде, отвечает Денис. Видимо, обед был как раз с 14 до 15 часов. Но позвольте, вопрошаю я, почему же об этом нет предупреждения на остановке, где просто написано, что автобус ходит каждые 30 минут с 8.00 до 0.00? Эта информация явно оказалась для Корякина новой. Он смог ответить лишь то, что расписание есть на остановке, которая расположена рядом со стоянкой. Но ведь туда еще нужно добраться. Маршрутку по пути до штрафстоянки мы так и не встретили, не было ее и перед парковкой для штрафников. Добираемся до железных ворот казенного накопителя и оказываемся на территории. Тут же выясняется, что обед у водителя действительно есть, но весьма поздний, в 8 часов вечера. Ну а нам просто не повезло. Режимный объект. Психологическая подготовка. Круглосуточная штрафстоянка на 2-й Матичинской была открыта в ноябре 2014 года. На улице расположена огромная открытая площадка, рассчитанная примерно на 350 машиномест. Чтобы потом проще было искать нужный автомобиль, водители эвакуаторов при выгрузке комбинируют их по маркам и даже цветам. Здесь видны и машины подороже, и автомобили среднего класса, есть транспорт служб такси и совсем разваливающиеся экспонаты, чья стоимость на вид куда ниже накопившихся за их владельцами штрафов. В стороне находится здание администрации, куда и приходят забирать свои машины провинившиеся водители. При ее создании были учтены пожелания и жалобы граждан, которые уже имели опыт вызволения своих машин с других таких стоянок. Здесь просторно. Работают 4 окна для проверки документов, а также 2 окна судебных приставов. Сначала необходимо обратиться в окно информации и взять свой номерок. Правда, табло, где высвечивается информация, сколько осталось ждать своей очереди, включили только с моим приходу, списав это на некоторые технические сложности. Но очереди посреди рабочего дня практически нет, и люди спокойно циркулируют от одного окна к другому, затем к терминалу оплаты штрафов, без комиссии, а затем уходят за своими автомобилями. У терминалов оплаты стоит специалист, терпеливо объясняющий всем запутавшимся водителям, как правильно погасить свои долги. Здесь есть где присесть, в автоматах можно купить кофе и что-нибудь перекусить. Удобство тоже имеется, правда, на улице, синие кабинки стоят неподалеку от здания. «Пиковые часы и нагрузки приходятся на период с 16.00 до 23.00, тогда очередь может скопиться до 10 человек», рассказал начальник штрафстоянки газеты. «Когда мы только открылись, были скопления до 20 человек, но сейчас проблем с очередями у нас нет». Конечно, во второй половине дня нагрузка больше всего. Многие автовладельцы только вечером после работы понимают, что их машину эвакуировали. Тем, кто хранит документы в машине, сначала приходится приезжать сюда, забирать документы, потом ехать за постановлением о штрафе и снова возвращаться. А те, кто возит документы с собой, сразу же получают постановление в ГИБДД или Московской административной дорожной инспекции, МАДИ, и приезжают к нам. «Люди, конечно, приходят в разном настроении. Есть те, которые на позитиве, говорят, да виноват сам и вопросов нет. Но есть и те, кто изначально нацелен на конфликт, высказывают свое недовольство. Тогда уже выхожу я и стараюсь поддержать своих сотрудников». Сейчас люди успокоились, но первые 3-4 месяца было напряжено. Народ не хотел это воспринимать. Как раз в этот момент за дверью раздастся раздраженный голос одного из таких недовольных водителей, который громко отчитывал одну из сотрудниц парковки. «Оказалось, что я с ним как-то не так поздоровалась», — кивает женщина лет 55 нарослого мужчину в спортивном костюме. «Но что делать? Бывает многое. К работе с людьми привыкаешь». Да и автомобилисты стали лучше понимать, что происходит, что им делать, не теряются. Женщине явно некомфортно рассказывать о своем быте под пристальными взглядами начальника штрафстоянки и сотрудницам. «Клиент заведения куда охотнее делится своими впечатлениями». Вот у окна стоит расстроенная молодая пара. Девушка по-восточному эмоционально пытается по телефону убедить своего судебного пристава связаться с теми, что работают здесь на месте. Оказалось, что за владельцем автомобиля числятся долги, но по ее словам, ситуация уже была согласована с приставами и удерживать машину не должны. «Припарковались вчера неправильно на Тверской», — говорят молодые люди. Получили постановление, приехали вечером сюда, часов в шесть. Но тут была огромная очередь, люди стояли уже часа по четыре, поэтому мы решили приехать на следующий день. Сейчас выяснилось, что нам не хотят отдавать машину, потому что она якобы под арестом. Все запутано, ничего не понятно, как в Бермудский треугольник попали. По словам представителям, все собственники, чьи машины попали на штрафстоянку, проверяются службой судебных приставов. Если за автовладельцем числится, к примеру, неоплаченные штрафы, а алименты, то машину он сможет забрать только после того, как предъявить документы об их уплате. В конце концов пара доказывает свою правоту и все таки уходит за машиной. Будь у них меньше упорства и времени, каждый день простой обернулся бы для них дополнительными расходами. Вот еще один водитель получает разрешение на выдачу автомобиля. Интересуясь у него, все ли в порядке? Ну как сказать, машину нашел и забрал достаточно быстро, говорит молодой человек. Сам виноват, не посмотрел на знаки, бросил на проспекте Вернацкого. Жаль только, что автомобиль при эвакуации поцарапали. У меня Range Rover. Конечно, не последней модели, но все равно жалко. Буду писать досудебную жалобу, а потом, если не поможет, обращусь в суд. Ведь я знаю, что состояние автомобиля должно быть зафиксировано в акте приема-сдачи. Еще двоим мужчинам повезло больше, свои автомобили они спасли достаточно быстро. Забрали профессионально, вздыхает первый. В 10.02 припарковался на проспекте Мира, в 10.10 машины уже не было. Товарища, который встал рядом, тоже эвакуировали, вон он стоит в очереди. По словам второго, его машину эвакуировали второй раз, но повторения опыта ему не хочется. Приехал сюда, все сделал шустренько, за 30 минут. Пришлось оплатить все штрафы, что поделаешь. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.